Сколько денег должны заплатить промысловики за тонны добытой рыбы? И я был ошарашен, что эти цифры не менялись с 2011 года. Понятно. Мы же устали их вешать. Ну так устали. Не устали за то рыбу ловить. Не устали же. Ну так повесьте. Рыба пеленгаз промыслового размера. Так. В прилове есть еще толстолоб, но немного. Где вы там? Да. Сейчас рыбаки попьют чай, согреются. Ага. Будут выгружать и взвешивать рыбу. Мы составим надпорум лова. Выпишут квитанцию. Заполнят журнал. Вылов запишут. То есть это все дело будет контролер, я правильно понимаю? Да, правильно понимаете. Скажите, пожалуйста, у них же какая-то есть квота на вылов, да? Пеленгаз, я правильно понимаю? Да, есть у них лимит по режиму. Так. Порядка 120 тонн на одно предприятие. Таких предприятий 10. Ого. На Хаджибейском лимане. Так. И у каждого 120 тонн, да? Да. Ну, плюс-минус точно не помню. Ну, порядка где-то... 120 тонн, это что получается? Тысяча тонн, блин? Да. 1200. Ого. Сейчас же начался 2020 год. Да. А в 2019 году они свои нормы вылова уже выполнили? Ну, они ее, как правило, выполняют где-то на 80-85 процентов. 90. Вот так. Что, не выгонавливают все? Не. Да ты же... Не успевают, мало времени. Ха-ха-ха. Или может где-то налево сдают рыбу? Они же тралами... И они записывают? Они же тралами... Работают только полтора месяца в аду. Ну, в прошлом аду получилось, что полтора месяца они только работают. А почему? Потому что... Говорят, что был запах еще рыбы. Поэтому... Не было спроса. А сейчас запаха нет? И как бы уже можно... Да. Запаха нет, есть спрос на нее. Угу. Ого. Хорошенький такой... Пеленгасик. Он сейчас живой. Ну, не пахнет. Не пахнет он... Дустом или что там еще? Раньше говорили, что дустом. Не слышно, да. Рыбой парк. Да, хорошенький. Мерный такой. Да, рыба в этом году хорошая, красивая. Так ее просто уже сколько лет не ловили, потому что воняло. Правильно? Не, каждый год ловят. Ловят? Каждый год ловят, ну вот в зимний период, когда она не воняет. Угу. Каждый вид рыбы там отдельная сумма. Угу. Угу. Это рыбоприемный пункт у Бора. Так. И они эту рыбу что? Они ее... Сейчас оприходуют. Так. Вот у них стоят машины. Видите? Вот то, да? Вот это. Люди купят и повезут в другие города страны. Ага. Но они уже покупают у рыбоприемного пункта, я правильно понимаю? Да, они покупают в этом предприятии. Ага. Пичтение Ага. Это зал, который тянется с помощью механических тяг. На трале есть бирка, на которой есть номер, которая вписана в промысловый журнал. Журнал мы уже смотрели, надо еще раз посмотреть. Ответственный за промысел, вот, клейчатая рубашка. А длина какая у него? Не знаете? Трала. Параметр трала? Да. Метров где-то сто. Есть маленький трал, есть поменьше, есть большие. И рыбаки смотрят по рыбалке. Где рыба расположена и каким тралом выйти. Сколько здесь примерно рыбы? Примерно. Плюс-минус. Приблизительно полторы тонны. Полторы тонны, да? Полторы тонны, это чтобы 120 тонн в год забрать, это примерно надо 100 дней, да? Примерно, да. Но уловы бывают и лучше. Вы не считаете так, вы поймите, что один день оно может быть ничего, а второй день оно может быть несколько более. Ну, примерно, в среднем, где-то около 100 дней для того, чтобы заполнить квоту. Я правильно понимаю? Правильно. Ну, да. Это только по пеленгазу. Езжу там квота у них и на толстолоб, и на карп отдельно. Ага. Так что, а если попадается пеленгаз в это время? Ну, то есть, у него квота еще есть, например, на карпа, а попадается пеленгаз, что он выкидывает? Смотрите, фактически пеленгаз начинает ловить с ноября месяца. Ловится он до запрета. Дай Бог выработать квоту за этот период времени. То есть, в принципе, как раз мы о 100 выходах можем говорить. Толстолоб ловится в основном. Сейчас вода похолодала, начал больше ловить. Приморозки? Да, при приморозках, когда температура воды опускается, он всегда проявляет. А брошюра слопа появляется или нет? Есть? Бывает? Появляется. А покажите, пока они там не суть. Ну, такой килограмм на 4, да? Да, 4, 5. О, то там еще больше есть. Десяточка он. Да. А по размеру рыбы? Да. Вы смотрите за тем, чтобы не было рыбы меньшего размера? Ну, конечно. Мы для того здесь и находимся. Так. Промысловая мера на пеленгаз у них, допустим, по режиму 20 см. Видите, рыба здесь какая мерная и вся гораздо больше. Согласен. А толстолоб? Толстолоб? Да. Ну, тоже он у них, видите, какой. Ну, там есть. Три-четыре. Есть, есть мельче. Для этого мы сейчас будем акт промыслового составлять. Ага. Которым заполняем. Трилл в молоде есть, нет, умеряем рыбу. Ага. Вот. Сейчас возьмем ящик толстолоба, сделаем промер и впишем его в этот акт. Все понятно. По окончанию промысловой операции. Вон, смотри. 22 килограмма. Эхм. 6 снимали 109 до 99 а минус здесь даже первое завешиваем рыбу представитель предприятия представитель инспекции завешиваем рыбу он выписывается квитанции рыба описывается журнал и квитанции промысловый журнал рыба продается таких рыбоприемных пунктов много тут но себе где-то порядка 13 пишу на грязани 10 аистские предприятия кого два рыбоприемных еще на каждом стоит инспектор сейчас да на данный момент что серьезно на всех 13 конечно не на зачем это на самом где работает и же предприятие у кого два пункта работают с одного поэтому так же карась да кто солодик он еще это мелко 30 часа Ящичек 40 11 Что? Что, должен весь ящик померить, да? Мы померяем весь, что нам тяжело А я буду брать Да ну понятно, что там уже больше 30 А я буду брать Визуально же видно 30 Мы в акте указываем в табличке Каждую штучку Мы укажем какой размер был Ага, рыбки Вот, 32 Красивые, а? Ну вот уже готовая машина Вывозить Рыбу 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 Надеюсьir Наuni Нет, там же два была Амура. 11 килограмм. 11 килограмм. 11 килограмм здесь штуки. Подумал, что один килограмм. Я думал один. Так, и карась 5 килограмм. Карась 5 килограмм. Пеленгаз 1925, Таслобик 100, Амур 11 и карась 5. Да, подтверждаем. А вы какой журнал записываете? Вы какой записываете? Нет, у рыбака свой есть журнал. И ректор выписал квитанцию ему, что он у него принял рыбу. Он ему с воды привез какое-то количество рыбы, которое было зафиксировано у квитанции. Он сейчас списывает это количество, свой промысловый журнал, номер квитанции и количество рыбы по видам, сколько он поймал, сколько он сдал на предприятие рыбы. Мы это сейчас увидим? Да, он сейчас принесет, скажу. Ага. И потом мы составляем от промыслового. Ага. Сергей Николаевич, расскажите, вот на вашем рыбоприводном пути, какую самую большую рыбу вы ловили? Ну, мы специально не учитываем самую большую. Не, ну вот так, на вашей памяти. Вы давно работаете? Нам количество интересует. Ну, это понятно. Самые большие мы рекорды не устанавливаем. Ну, примерно там. Что-то было такое серьезное, что вы ловили? Есть ли тут еще какая-то такая большая рыба? Такое серьезное нету. Максимально это 10-12 килограмм у толстого бывает. 10-12. А амуры? Тоже до десятки была? 8-10 не попадался. Крупнее не вам. Нам не попадался. А карп? Карпу в траву он реже попадается. И больших экземпляров нету таких рекордных. Так 3-4-5 килограмм такие бывают. Вот это промысловый журнал, в котором вот есть 12 граф, который число в месяц, когда выходит на Лоу. Назва водного объекта. В данном случае Хаджбейский лиман и район, в котором Лоу производился. Это с селой Черевичное. Вот. Витлова. Промысловый, научный. У нас промысловый. Промысловая операция какая произведена. Троление. Ну и вот. Трава. Вы спрашивали размеры трава. Вот параметры указаны трава. Длина 100, ширина 50, в куце 30. Количество. Одна штука. Рыба. Пеленгаз. С Давидом. Все понятно. Вот просто ради интереса. Вот сегодня мы поймали 1900 килограмм этого пеленгаза. А вот по опыту вот вечером. 905. Вчера 760 было. Ага. Ага. А это позавчера, да? Да. Одна тысяча сто тридцать было. А, ну, в принципе, соизмеримые, да? Да. Плюс-минус, да. На основании промысловой операции, которая была сегодня произведена, мы составляем акт промлова. Так. Вот. В котором указываем количество рыбы, виды рыбы. А это не соответствует промыслову. Для чего это так нужно? Это так нужен для того, чтобы маломера не ловили рыбу меньше промыслового размера. Ага. Если там, допустим, рыба меньше промыслового размера, Так. Мы указываем это в акте, потом меняется район лова, место лова. Угу. То есть, чтобы не попадалась мелочь, да? Да. Чтобы не попадалась мелочь. Все понятно. Ну, в данный момент у нас, получается, мало меров нет? Нет. Поэтому, как бы, все нормально, да? Да. Ну, то вот... Вся рыба промыслового размера. Ага. И это указывается в этом акте, я правильно понимаю? Конечно. Конечно. Все понятно. Все правильно. Скажите, рыбаком вы давно уже работаете? Давно. Сколько? С 2000-го? С 2000-го? Скажите, вот большие киды, экземпляры попадались? И там. Какое? Ну, толстолоб. Раньше были. Такие? Ну, такие, до 20 килограмм. Да? Да. Ну, это штучно. Не массово такого. Понятно. Акарпы, белые амуры. Ну, тоже штучно попадались. Ну, такие, к творам 8, 7. Ну, прям штучно. Понятно. Там можно не греет? Нет. А вы в предприятии или? Это клиент. А, вы клиент? О, расскажите, пожалуйста, куда вы отвезете рыбу? Так, сейчас. Пошли. Какие вопросы? Не, ну просто в какой город? Вы хотя бы в Одессе скажите? В Одессе. Я не говорю. Чего? Кому ничего. А, смотрите. Коммерческая тайна, да? Это не крайне коммерческая тайна. В основном, если небольшое количество, она разводится по области либо в город. А если же какие-то большие количества, то они обычно идут на вывоз. То есть, ну, по Украине. Ага. И огратика очень большая, то есть, от Николаева до Чернигова. Ну, то есть, я так понимаю, что когда рыбаки вытаскивают мне вот, утрал, то видят примерно, сколько есть и уже звонят и говорят. Естественно, конечно. Приемщик зазванивается в течение дня три раза. То есть, знает приблизительное количество. Так, а здесь указывается бирка этого утра? Вот он, нормально. А ну, бери. Вот, видите, бирки, держабанство, номер, ту-ту-ту-ту. Номер. Все, все рули единицы, что ли? Ну да. Первый получится. Получается, да. О! И мы это можем посмотреть, правильно? Хорошо, да. Хорошо, посмотрим. Скажи, а сколько солярки потратили, пока сделали сегодня работу? Двести. Двести литров солярки. За вот сегодняшний день, да? Две тонны. Угу. Две тонны рыбы. Двести килограмм. Это вообще выгодно? Да. Выгодно? Да. Что бы ни. Не было бы это одна не работала. Да. Скажите, а у вас какие-то холодильники есть вообще для того, чтобы хранить рыбу? Да. Или этот? Есть? Рабочие? Рабочие. Ну, сейчас он не включается, потому что вот прохладная погода, но не хранит. Ага. Это только сейчас это так взялись. Или что? Когда рыбалка есть находится. Ну, вот и в прошлом году, и позапрошлом. Ну, да. Что, серьезно? Ну, да. Ланита, расскажите, а летом что-то ловится? Может, они работают. Что такого, осенью и все? Ну, зима? Ну, нет. По холоду. Да, и так и работаем. Сезон. Давай. Расскажите, на что вы обращаете внимание при проверке грудного? На что обращаем внимание? Да. Чтобы он был заполнен. Что именно? Какие графы? В основном я графа, чтобы соответствовало. Ну, обычно какие нарушения бывают у рыбаков при заполнении? Нарушения обычно бывают мелкие. Там где-то время не указал, где-то там перепутал что-то, число может перепутать. Ну, таких там грандиозных нарушений, чтобы там не сделал совсем запись. Практически не бывает. А если, например, поставил не тот вес рыбы, бывает такой? Я не встречал. Не встречали, да? Ну, как он может поставить не тот вес рыбы, если ему приемщик или директор выписывает квитанцию? Угу. И он просто переписывает с квитанцией в журнал. Все, понятно. А не наоборот должно быть, чтобы он записал сюда, а потом в квитанцию? Не, не, не. Не наоборот. Нет, да? Сначала да. Угу. Касеин, еще один маленький вопрос. Вот я вижу журнал про что, пронумерованный, да? Да, пронумерованный, да? Пронумерованный, проснурованный. В причем печати. Пронумерованный. Пронумерованный. Удальский область. Ага. Так же печати предприятия и ассоциации РАХ, Аджибельский лимон. Ага. Все понятно. Еще с восемнадцатого года он, да? Получается. Два года уже ведет. Да. Ну вот он уже практически заканчивается, видите? Кость, покажи мне бирку первую. Ставились эти? Да. Да. Вы сказали, что выпадает все, что можно видеть. Вы ответственный изолол, правильно? Да. Все уже на лодке чуть-чуть. Давайте выпадаем. Счастливый. Там сегодня тримас и шестой, первый месленный. Промловый. Постановка сетей из сети еще я. 45, 10 штук и 85, 10 штук. Угу. 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 20 сетей поставим, да? Будете снимать утром, да? На сколько вы ходите утром на воду? Ну, 5, 6. 5, 6. Подоторение рыбака вашим где? Угу. как я дозвола имеется он где-то аккуратно саши стеки который не аккуратно ведут да да есть просто найти как плохую почерку человек похож он это виктор сергей тоже странного моториста есть как это с удовольна я лады на 8 18 да она спасибо спасибо еще хорошего это шматнявали туда пойдет у должно быть где-то а большая дыр бирка да не маленькая вот такая щас костик скажи мне насчет бит насчет бирки что не так вы зона на набор написано целую ту я потерял 501 то не то что но держ держ инспекция я потерял то так что не привязывайтесь и не отрываются вот он вот она вот это она 5 0 а ты потерял так зачем нашел и ну вот это самое же нет летают на ну так вижу тогда их и ругайся мат они ругаюсь я это для связки слов я положу чтобы она была на контроле так понятно мы же устали их вешать на ну так устали не устали зато рыбу ловить не устали ну ты повесьте еще было бы нормально весь добро друзья так заканчивается наш рейд по контролю за промысловой операцией на рыбоприемном пункте как бы все нормально но при редактировании этого видео меня заинтересовало на основании какого документа определяется размер сколько денег должны заплатить промысловики за тонны добытой рыбы и я был ошарашен что эти цифры не менялись с 2011 года определяются эти размеры основы кабинетов министров номер 482 от 11 мая 2011 года сейчас вы видите не весь перечень рыб по основе их больше но все же вдумайтесь то на тюльке стоит 19 гривен карась 103 гривны за тонну окунь 179 тонна щуки стоит 281 гривну я конечно понимаю что промысловики имеют тоже расходы и в топливе и в найме рабочих и в ремонте комплектующих для лодок но все же считайте цифры несправедливо забытыми с 2011 года и заниженными вы были на канале все для клюва если видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на наш канал на мы прощаемся с вами до скорых встреч на рыбалке всем удачи всего хорошего пока